Узнал я от пацанов после тренировки, не поверил, потом залез в инстаграм, увидел и обрадовался, если честно. Лично для меня это очень важно, потому что это как-то подстегивает идти дальше. Раньше об атаке я думал на самом деле мало. С этого сезона, естественно, начал думать больше и начал делать больше. Тренировский штаб говорит подключаться по ситуации. Я был защитником по школе, наверное, лет в 7. Меня переквалифицировали в защитника и так до конца играл защитником. Ну, это не я решил себя связать, а папа, скорее всего. Он меня дал в хоккей в 4 года. В 3 года я встал на ролики, нашел сам в гараже ролики старые, все пыльные были. Начал гонять по дому, вырезался в стены. Ну, он, типа, думает, ладно, если, типа, понравится, то пусть идет. Помогать я ему не буду. Если захочет, пусть идет, если нет, то нет. Мой папа воспитал моего брата, он тоже хоккеистом был раньше. К сожалению, закончил. Но сейчас тоже работает в хоккейной сфере тренером. Попал в «Тайфун» за день до заявки. Успел, так сказать. Команда как раз находилась в Чехове, так что лететь во Владивосток не пришлось. Все было сделано быстро и подписал контракт. На самом деле, очень тяжело привыкнуть ко времени. А когда уже на протяжении долгого времени туда-сюда летали, абсолютно не замечал каких-то изменений в теле, в сознании. То есть привык. Когда я прилетаю либо из Москвы во Владивосток, или из Владика в Москву, то надо начинать жить по часовому поясу того города, в который ты прилетел. Иначе будет очень сложно. Это две единственные команды, против которых хочется сыграть как-то неожиданно. Как-то показать себя более круто, можно так сказать. Чтобы назвали лишний раз там фамилию мою, например. Ну, во-первых, потому что команды КХЛ нет, мы сейчас основная команда. А во-вторых, то, что на нас интересно смотреть, потому что мы доказали это. Против сильных соперников доказали. Разговор с руководством был. Команду вызывали, разговаривали с нами, говорили, что на следующий год должна быть первая команда от «Адмирал». Конечно, очень хорошая новость для нас была. Очень обрадовались пацаны все. Если первая команда присутствует, то это, конечно, мотивирует. И толкает нас с совершения большего. Нет, надежду, конечно же, еще не потеряли. Еще достаточно много игр, чтобы наверстать упущенное. Будем стараться работать, набирать очки. Надо попадать в плей-офф. Неважных матчей не бывает. Все матчи нужно отыгрывать на 100%. Иначе какой смысл тогда вообще в хоккей играть? Это же игра. На самом деле тяжеловато, если честно. Если бы попадали в восьмерку, было бы, само собой, легче. Но это подстегивает работать больше, стараться больше. И выигрывать больше матчей. В самом первом матче против локомотива, в первом периоде, в самом начале игры, мне попали броском в лицо. Я еду в больницу и на месяц ухожу о хоккее. Мне сделали операцию, поставили 4 титановые пластины. Через год их надо будет удалить. На титан металлодетекторы эти не пищат особо. Но один раз было, на самом деле, в супермаркете. Пришлось доказывать охраннику то, что у меня пластины в челюсти. Пересматривал, на самом деле, этот момент очень много раз. А насчет увернуться, ну, я не сразу заметил бросок. Если бы увидел раньше, то, конечно же, увернулся бы. Поначалу было страшно, когда шайба летела именно в тело. Не то, что в голову, а просто в тело. А потом специально начал их ловить на себя, и это как-то ушло на второй план. Да когда как? Когда не могу уснуть, читаю, смотрю фильмы. Читаю психологию. Обычную психологию автор Ронда Берн. Книга называется «Тайна». Я вот недавно прочитал книгу про баскетболистов. Называется «Как манифест великого тренера». Меня вдохновляет одна фраза. Чем больше вы ошибаетесь, тем сильнее вы становитесь. Себе и партнерам, наверное, больше терпения. Именно после поражений не раскисать, потому что это совсем не нужно. Больше стараться на тренировках. А болельщикам цените время, проведенное с любимыми людьми. Остальное все будет.